Итак, давайте начнем с вкладки sources and uses, да, начинаем наше упражнение с заполнения информации по transaction assumptions, да, по, то есть, по сути, по предположениям сделки, да, то есть, по какому мультипликатору мы выкупим компанию, соответственно, сколько денег нам в конце концов понадобится для финансирования этой сделки. Когда у нас данная информация будет готова, да, мы сможем промоделировать табличку total sources, то есть, источники денег, и прийти к тому, что uses будут равны sources, да, то есть, источники денег будут полностью покрывать потребности в деньгах, то есть, мы должны определить, сколько нам нужно будет положить денег, чтобы эта сделка завершилась. Вот, давайте начнем с того, что нам нужно с вами понимать вообще enterprise value данной компании, да, то есть, нам нужно понимать вообще, сколько она сейчас стоит на рынке, да, для того, чтобы мы могли промоделировать покупку. Я сейчас не буду строить, там, считать enterprise value компанию, да, то есть, стоимость компании на рынке, потому что, в принципе, это уже делали ребята на кейсе, было первое задание, да, во-вторых, потому что, в принципе, я помню мультипликатор, который там появился. Мультипликатор и викибиде в результате оценки компании был порядка 5,5 иксов, вот, мы, естественно, когда покупаем компанию, скорее всего, предлагаем какую-то премию, в противном случае, зачем акционеру продавать свои акции, если он может продать их по текущей цене, да, кому угодно. То есть, если он продал их нам, потенциальному покупателю, да, мы должны делать ему, дать ему какую-то премию, дать ему предложение, которое не может оказаться. Для учебных целей, да, давайте скажем, что это будет 6 иксов, 6 икс в кибиде, то есть, transaction value, то есть, размер самой транзакции будет составлять 217 миллиардов рублей. Напомню всем, да, что данные в рублях и данные в миллионах рублей, это 217 миллиардов размер сделки. Соответственно, мы должны понимать, какая сумма уйдет у нас акционерам, какая сумма уйдет у нас кредиторам, да, поэтому данные цифры можем найти, например, той же самой отчетности компании. Пример, да, самой последней отчетности, это результаты 2018 год. Мы видим с вами, что, да, во-первых, какой у нас баланс кэша, у нас стоит там 33 миллиарда 805 миллионов, можем проверить. В отчетности, да, действительно, кэш 33804.86, сняли 33805, я округлил. Мы можем посчитать размер долга, да, здесь стоит формула, ведущая на баланс, но не стал, на самом деле, там этим заниматься, потому что баланс у меня за полгода, это устаревшая немножко данные. Поэтому возьму их с отчетности, вообще всегда советую смотреть отчетность, не полагаться на какие-то датабуки, агрегаторы и так далее, да, потому что там часто бывают ошибки и не всегда понятно, откуда данные берутся. Здесь все-таки аудиторы подписывают этот отчет и степень доверия к данной информации выше. Итак, какой долг мы будем с вами брать? В рамках сделки, да, мы, естественно, выкупаем долг финансовый, то есть долг банков, долг держателей облигаций, если есть какой-то финансовый лизинг, тоже его, возможно, нам придется погасить в результате сделки. В реальности, конечно, все зависит от условий, прописанных в договоре, да, но для целей академических, для целей моделирования мы делаем предположение, что этот долг весь мы погашаем. Операционный долг, да, то есть какие-то задолженности по налоговой, какие-то задолженности перед сотрудниками, перед клиентами, перед поставщиками, да, мы, естественно, покупать не будем, потому что данные обязательства покрываются текущими активными компаниями, да, на то и есть, так называемое, выражение, как оборотный капитал. Вот, то есть мы выкупаем владельцев, акционеров, выкупаем кредиторов, то есть тех, кто конкретно дает компании деньги. Здесь мы видим две таких строчки, да, это long-term borrowings, так называемый, вот, long-term borrowings, долгосрочный долг, и непосредственно краткосрочный долг. Вот, пытаюсь выделить, что-то не получается. То есть long-term borrowings, 106 миллиардов, и short-term borrowings, 20 миллиардов. Вот, то есть вносим 106.343.3, вот, равно 106.343.3, и добавляем, соответственно, краткосрочный долг, 106.341.3.3, и, соответственно, как я уже сказал, да, краткосрочный долг, это 20738.9, 20738.9, вот, то есть это у нас сумма из 217 миллиардов уйдет на погашение долга, minority interest, то есть какие-то неконтролирующие доли, то есть акционеры дочерних предприятий, которые, доли которых не принадлежат на технической компании, это мы здесь трогать не будем, потому что у компании ленты, в принципе, нет, no control interest. Вот, таким образом, у нас остался кэш. Кэш, я уже сказал, что он, в принципе, верно представлен, поэтому мы посчитали, что акционерам мы заплатим 124 практически миллиарда рублей, да, насколько я помню, текущая цена составляет, там, примерно 104 миллиарда рублей, то есть определенная, там, премия в размере примерно 20% он наблюдается. Ну, опять же, на самом деле, довольно-таки легко посчитать, да, приблизительно, если взять, там, 6x, которым предлагаем победить на 5.5, здесь, правда, это 10% получается, но так как в компании есть кэш, то есть тоже принадлежит акционерам, поэтому в реальности они получат чуть больше денег. Итак, total uses, да, на что используются деньги, 124 миллиарда рублей уходят акционерам за выкуп их долей, да, 127 миллиарда уходят на погашение долга старого, скорее всего, это так и будет, потому что во многих кредитных договорах обычно прописано, что при, там, сделках M&A покупатель обязан, там, так сказать, закрыть этот вопрос долгом, да, либо должен погасить, либо тоже как-то предоговориться с банком, там, перезагрузить договор уже на новое юрлицо. Далее, естественно, помимо выкупа акционеров-кредиторов, да, нам нужно заплатить посредникам деньги, так называемый financing fees, это комиссия банком, которая предоставляет финансирование, в данном случае мы видим, что 0,33% от, по сути, размера транзакции, да, 0,33% умножаем на размер транзакции, где 17 миллиардов, вот столько получает, вот, то есть, получается, 716 миллионов получают банки, 717 почти, далее у нас банкиры есть, 0,5% имеет от сделки, тоже согласно нашим условиям, все они получают, там, в районе миллиарда рублей, вот, ну, наверное, весьма немножко завышенная цифра, в реальности, конечно, для такого размера транзакции, инвестбанк вряд ли получит, там, миллиард рублей, скорее всего, там, гораздо меньше, или в три, но у нас тут учебная модель, нам нужно просто это учесть, потому что это факт, да. Юристы у нас получают 10 миллионов рублей legal fees, вот, тут, кстати, зря поставил знак минуса, да, мы, наоборот, все складываем для того, чтобы понять общий необходимый фандинг, который нам нужен для этой сделки, получается, примерно, 253 миллиарда рублей. Соответственно, какие у нас есть источники финансирования, да, у нас есть кэш, который есть на самом балансе компании, то есть, с финансовой точки зрения, это, конечно, окей, в реальности, понятное дело, вы не сможете этот кэш достать, пока вы не купите компанию, поэтому под этот кэш можно взять какой-то бридж лоун, какой-то бридж кредит, да, который будет погашен сразу же после закрытия сделки, то есть, вот этими свободными денежными средствами. Так как у нас модель учебная, да, и тут, как бы, никаких условий не дано, предварительно по пропорциям разных источников финансирования, мы внесем цифры, как говорится, из головы, да, для того, чтобы просто сбалансировать total uses, total sources. Вот, сразу же следует отметить, да, что equity, как минимум, там, 30% должно занимать данные сделки, то есть, деньги акционеров, да, фонда, который покупает эту компанию, ленту, то есть, давайте скажем, что там 0,4%, да, 0,4, а 40% или 0,4, это у нас от общего размера сделки, да, у нас будет финансироваться за счет equity, то есть, у нас там transaction value, 200, например, даже не так, не transaction value, да, а в принципе, total uses будет идти, будет финансироваться с помощью денег самих, соответственно, акционеров, да. Дальше мы уже подбиваем цифры, там, револвер кредитной линии, естественно, априори не может иметь большой баланс, потому что это не обеспеченный, чаще всего, кредит, и потому что это краткосрочный, на самом деле, кредит, и вряд ли банк там будет какую-то огромную сумму давать на такого рода финансовый инструмент, да, можем проставить сейчас какую-то сумму, вряд ли там сделать 40 миллиардов, вот, отметим это синим цветом, потому что это все-таки у нас данные, которые мы берем из головы, да, то есть вручную это все вводим, это не какая-то формула. Так, оставшийся баланс у нас какой-то, там, 77 нужно покрыть, term loan у нас, например, будет 50 тысяч на 50 миллиардов, естественно, настаётся ansecured balance, там можно поставить 20 тысяч, и оставшийся баланс, там, 7 вертов, 7,8 можно на ansecured debt, в принципе, перенести, да, то есть 7,8,6,4,5. Вот, получается 0, то есть у нас сходится баланс, ну, здесь небольшое есть различие, но не буду сейчас с этим заморачиваться сильно, это, в принципе, не меняет сути дела. Что мы видим с вами, да, то есть у нас есть кэшевый интерст, да, то есть проценты, которые платятся деньгами, есть проценты, которые накапливаются на балансе, да, в частности у ansecured debt, вот ansecured debt with warrants имеет структуру PIC, Payment and Kind, вот, лучше даже, наверное, списать Payment and Kind, вот, здесь у нас, естественно, просто накапливается долг, да, взамен инвестор, который дает деньги таким образом, хочет получить 2% от тех денег, которые получат акционеры в результате продажи компании. То есть вот, пожалуйста, у нас готова вкладка Sources and Uses, мы посчитали с вами размер сделки, да, взяли какой-то мультипликатор относительно текущего рыночного, да, дали какую-то премию, посчитали, сколько денег уйдет акционерам, да, после того, как непосредственно будет выплачен кредит, и добавили после этого комиссионные посредникам, в том числе юристам, и дальше промоделировали конкретно какую-то структуру капитала, да, которая позволит прийти к данной сумме. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...